В столице Чувашии продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды. За соблюдением всех требований следит общественный контроль. В составе группы представители администрации, специалисты архтехнадзора, общественники. Я когда пришла работать, здесь такие ямы были. Здесь совершенно был непригодный для проживания двор. Это была убитая дорога с ямами огромными. Здесь не было совершенно никакой парковки для автомашин. Здесь была очень маленькая, совершенно малюсенькая какая-то каруселька одна. Детям негде было играть. Так выглядел двор по проспекту Максима Горького, 15, до благоустройства в 2017 году. После ремонтных работ по программе формирования комфортной городской среды все изменилось. Сейчас здесь оборудован, пусть небольшой, но приятный и насыщенный оборудованием уголок, где дети могут играть. Родители могут сидеть на комфортной скамейке. Первый раз в тот ремонт было участие и приемка со стороны жителей. Здесь делались замеры асфальтового покрытия. И оно было соблюдено со всеми правилами по толщине и по составу, видимо, да? Потому что прошло три года, дорога сохранилась. К тому же сделали тротуар, оборудовали парковочные места, отгородили декоративным забором газоны. В основном, наверное, все программы предполагают участие непосредственно и жителей. Все-таки, наверное, хотел сказать следующее, что софинансирование – это такой важный момент. В тех дворах, где присутствует софинансирование, оно носит символический характер от 1% до 10%. Как правило, наверное, сознание граждан растет. Они относятся более бережно к тому имуществу, которое появляется на дворовой территории, изгоняют из дворовых территорий маргинальных личностей. То есть есть определенный уход и бережное отношение к тем благам, которые появляются на дворовой территории. Гарантийный срок ремонтных работ – 4 года. Общественный контроль вместе с представителями администрации регулярно проверяет состояние дворовых территорий. Сейчас в московском районе Чубаксар начали ремонтировать подъездные пути к дворам в рамках проекта «Автомобильные дороги» муниципальной программы развития транспортной системы города Чубаксары. Всего у нас 9 дворов на общую сумму 12 миллионов. Заказчик у нас – жил фонд. Каждый вечер в WhatsApp скидываем фотографии о проделанной работе. Стараемся пока после себя оставлять порядок. Вот на данном участке мы два двора закончили и сейчас приводим в нормативное состояние обочину. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика.